Еще в начале прошлого века в небольшой кубанской станице Славинской стояли три храма. В годы советской власти два из них были разрушены. Сейчас пришло время восстанавливать утраченное. На территории муниципалитета завершено строительство храма в прибрежном сельском поселении. На историческом событии освещения и установок куполов побывали и наши корреспонденты. Храм в честь благоверного святого Александра Невского в прибрежном сельском поселении на территории центральной усадьбы Сад-Гигант начали строить еще в 2007 году. Тогда и был заложен первый камень в основании храма. Инициатором проекта и самой идеей возведения церкви выступил настоятель Свято-Успенского храма отец Никита. В 2014 году были освещены и установлены девять колоколов разного размера, отлиты из специального сплава металла на Воронежском колоколитейном заводе. Самый большой колокол весит 1300 килограмм и имеет высоту почти полтора метра. В минувшие выходные епископ Новороссийский Геленджикский феогност вновь прибыл в Славинск-на-Кубани в храм святого князя Александра Невского, где совершил чин освещения куполов. Работы по установке куполов и крестов велись на протяжении целого дня в субботу 25 июля. Самый большой купол весом в 12 тонн возглавил храм в полдень. Дорогие отцы, братья и сёстры, я вас поздравляю с этим важным, очень важным, знаменательным событием, в котором мы вы и мы вместе шли годы. Идём, 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 идём. Это не завершение, не завершающий этап, но это один из этапов, который подводит уже к завершению, когда ставится оглавие храма купола и возлезается крест. Самая высокая точка храма вместе с крестом составит 46 метров. Завершить строительство храма планируется уже в этом году. Судя по тому, что здесь уже сделано, этот храмовый комплекс будет, пожалуй, одним из самых красивых в нашем районе. Надежда Неткочева, Александр Косицын, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».